здравствуйте ребята нахожусь я сейчас у дилера honda и я уже отъезжаю приезжал я сюда на обычную замену масла так как я рассказывал много раз что у дилера это получается делать дешевле даже дешевле чем самому купить масло и поменять дома а соответственно зачем мне мучиться и страдать не то что страдать но зачем мне этим заниматься когда дешевле даже просто тупо приехать чтобы сделали а вот кстати стоит новая honda ridgline она уже продается недавно на автовыставке я ее видел на автосалоне а вот теперь она уже продается уже можно посмотреть пойти пощупать но сейчас мне не охота этим заниматься значит приезжал я на замену масла а и еще у хонды был отзыв на подушку безопасности как вы знаете скандальная фирма так а то производитель подушек безопасности напортачила так что вроде якобы если подушка выходит то она там может чуть ли не убить водителя но очень поставили новую подушку безопасности но самое интересное что с этим всем справились чуть меньше чем за час в чем я вообще офигеваю потому что потому что обычно обычно одна замена масла час или даже чуть больше занимает пока у них тут все медленно там происходит у официалов всегда так а тут они не только масло поменяли а еще и подушку безопасности даже успели за это время поменять но может быть у них не так много народу просто было поэтому я не знаю но это очень даже странно пришло письмо несколько месяцев назад что мол подушка безопасности плохая там ее надо поменять вы об этом все слышали об этих скандалах но сказали что пока запчастей на замену нет как только будет мы вам пришлем письмо но в итоге наконец запчасть появилась и вот мне нужно было приехать и сделать это заодно как раз заменой масла ну и поменяли ее естественно за счет фонды то есть я не платил ничего фонда дилеру заплатила что-то около 350 по моему долларов если я не ошибаюсь или даже нет 430 кажется в бумажке написано там написано сколько это стоило просто просто не я за это буду платить я заплатил всего там 30 небольшим долларов за замену масла и больше ни за что а хонда заплатила уже за установку новой подушки безопасности автомобиль что в общем то я я считаю правильно их производитель запорол они несут за это ответственность все так и должно быть все совершенно верно ну и все теперь мне можно со спокойной душой ехать домой подушка безопасности вроде как теперь нормальная ну кто его знает что там еще могли запороть может через там вот через два еще на что-нибудь отзыв будет нам иногда отзывы приходят даже на предыдущую honda cr-v 2006 года только вот в этом году кажется тоже подушку безопасности ездили менять так что все время что-то происходит все время кто-то что-то отзывает но хотя бы хотя бы хорошо то что то что все это признается и заменяется бесплатно для владельца автомобиля причем неважно какой ты хозяин первый десятый это не имеет значения все равно авто если автомобиль если что-то признано на федеральном уровне какая-то запчасть признана дефектной но ее заменяют без вопросов без разговоров и без мозгокрутства что конечно не может все равно не радовать ну а я отправляюсь домой как вы понимаете сегодня у нас суббота я уже много видео разных по дороге то наснимал но вот сегодня у нас суббота до сих пор еще 17 сентября видео уже наснимал нам фиговую тучу хотя нет на самом деле всего два одно по дороге сюда и вот второе сейчас но какая пробка на съезд там светофор если будет еще больше машин то пробка с этого светофора в итоге вылезет уже на главную дорогу и здесь начнут тормозиться вот так вот господа ну что еще вам рассказать я конечно очень удивлен что довольно быстро это заняло а вот кстати дилер где я эту хонду покупал вот он справа находится просто здесь у них именно продажа идет автомобилей а то место откуда я выезжал там у них продажи плюс еще там у них второе место второе отделение и там же сервис еще а вот здесь вот то что мы проехали здесь только продают машины здесь сервиса нет но выезжала новая эта машина 6 лет назад именно вот отсюда на ней было 9 миль сейчас на машине 97 с половиной тысяч миль за почти 6 лет 25 октября 10 года мы приобрели данный автомобиль ну пока он мозги особо не крутил поэтому в общем то особо претензий нет да и я да и вообще претензий нет я не знаю все в принципе нормально все устраивает едем дальше посмотрим сколько он еще проедет перед тем как начнет уже по крупному каким-то мозгокрустом заниматься а пока да пока все хорошо едем мы с вами по третьей дороге в западном направлении в сторону гарден стейт парквей ну и поверну я потом на гарден стейт парквей в южном направлении это платная дорога заплачу я всего за нее полтора доллара но быстро и отлично доеду домой и скорее всего в это время сейчас только 11 часов утра я думаю что никаких пробок не должно быть ничего не будет все будет весело хорошо отлично рабочее движение так сказать да даже в будний день то в это время уже никаких пробок нет ну а в субботу так тем более я надеюсь собрали мне все нормально тут так что будет все отлично ну ладно наверное что закончим мы с вами снимать это видео потому что видео я на сегодня заснимал уже столько что я уже короче по моему плохо соображаю пока у дилера сидел там еще в перископе там общался с народом так что наверное на сегодняшний день уже и хватит тем более батарейки уже осталось на сколько а батарейки написано на на 13 минут всего осталось ну я не знаю наверно уже не стоит тянуть все эти 13 минут там все такое я думаю что пора уже закругляться так что ребятушки хорошего вам настроения пока пока так что пока побывать bishop пока вот